Девушки отдыхают Не совсем Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться Потому что всего этого ищут язычники Потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам С одной стороны, Священное Писание говорит нам не искать, не заботиться С другой стороны, апостол Павел говорит, что тот, кто не заботится о своих ближних, пачи домашних Тот отрекся от веры и хуже язычника Конечно, Отец должен кормить своих детей Он должен сделать все, что от него зависит Но упование возложить на Бога И если у него не получается обеспечить тот уровень, к которому он привык Или который считает достойным себя и своих детей Надо смириться Надо смириться И мне кажется, что сейчас Господь, вообще весь наш народ проводит Через вот это испытание Испытание снижением уровня О том, чтобы мы смирились и сказали Господи, я благодарю Тебя за то, что у меня есть В любом случае, даже тогда, когда не хватает Мы живем несравнимо лучше, допустим, чем жили наши деды после войны Когда был постоянный практически голод Нечего было носить и нечего было надеть Вот надо благодарить Бога И просить Его помощи Трудиться, просить помощи Господь поможет, Господь пошлет столько, сколько будет надо Более того, если мы в это вкладываем Все переживание своего сердца Тогда заработок становится Становится идолом И даже праведный заработок становится идолом И вот у одного древнего святого Такого преподобного Нила Синайского У него в слове о сребролюбии У него очень интересно сказано Говорит, что полностью сребролюбие победили Монашествующие Те, кто вообще ничего не имеет Это, они, говорят, равны ангелам Те, кто трудятся И зарабатывают себе праведно Те тоже могли победить сребролюбие Если упование все-таки их возложено на Бога Но тот, кто уповает только на свой труд Тот тоже пленен страстью сребролюбия Вот если ты этим горд Если ты знаешь, что я заработал Я смог, я осилил В этом, конечно, есть гордыня Вот поэтому даже получается, не получается Надо возложить упование на Бога И просить у Него помощи Может вообще перед каждым рабочим днем Все время просить помощи Привыкнуть к тому, что все равно Рука Господня является для нас источником Того, что мы имеем И все, что мы имеем Это милость И возможность трудиться Это тоже милость Божия Потому что были же и такие времена Что негде потрудиться было Чтобы заработать, семью прокормить Сколько голодных лет и десятилетия За спинами у наших предков Даже в советское время Сколько мужик не мог нигде потрудиться Ему запрещали трудиться на собственной земле Она была отнята у человека В советское время Если вернуться к вопросу голода В советское время Я вам советую всем перечитать Волкова Погружение в восьму Он описывает год за годом В советское время Голод, 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 голод И некуда было пойти отцу семейства Чтобы заработать и прокормить детей Погружение во тьму Волков погружение во тьму Сейчас у нас не так Слава Богу Мы не голодаем Мне кажется, что еще очень важно Для того, чтобы вернулось Правильное отношение к заработку Все-таки вставать и благодарить Бога За все, что есть Вот есть где жить Ты благодаришь Бога Это явленная в бетоне Милость Божия Есть у тебя на столе еда Да, она не такая Как была 10-15 лет назад Когда в стране было более изобильно все Но она есть Ты благодари Бога Благодарность Показывает Богу Что ты усвоил его дары Как говорят святые отцы И ты можешь усвоить и большие дары Благодарность Отверзает руку Божию тебе Божественную руку Которая дает милость Внеси свой вклад Оцени Подпишись И поделись этим видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!